День выборов по-грузински. Кадры драки с одного из избирательных участков в Зугдиде стали увертюрой к решающей электоральной схватке правящей грузинской мечты с оппозиционным единством. Собственно, депутаты из этих партий потасовку испровоцировали, обвиняя друг друга в провокациях. В Тбилиси голосование проходит более сдержанно, хотя городоначальник Каха Каладзе заявил, что оппозиция пытается накалить обстановку. В прошлом один из лучших футболистов в истории Грузии, выступавший защитником в легендарных клубах Милана Дженуа, закалился и в политической обороне. Сегодня нашей стране в долгосрочной перспективе как никогда нужен мир, поддержание мира, экономическое развитие, прогресс, возрождение. Сделать выбор очень легко. Против нас силы, которые прямо пытаются вовлечь нас в войну. Грузинская мечта предупреждает избирателей, что оппозиционная коалиция в случае своей победы не сможет удержать республику на позициях нейтралитета, тогда как оппоненты правящей партии утверждают, что их главная цель – сделать Грузию частью Европы. Детский сад в центре Тбилиси на улице Каджоре сегодня превратился в избирательный участок номер три. Именно здесь голосует Бедзина Иванишвили, основатель правящей партии «Грузинская мечта» и ее почетный председатель. Голосовать он прибыл с супругой Экой, сыновьями Бера и Цотни. Оба альбиносы, но знамениты не только уникальным обликом. Один музыкант, другой художник. Впрочем, сегодня недотворчество. Выбор будущего для страны, особенно если оно напрямую связано с твоей семьей, требуется средоточенности. Возможно, так не думали только журналисты. Когда Иванишвили попытался покинуть избирательный участок по-английски, уроженцы Грузии применили свою хорошо известные вокальные навыки. Крик, казалось, слышали даже на окраинах города. Бедзина Иванишвили, конечно, с уважением отнесся к такому профессиональному рвению и с прессой пообщался, хотя и сообщил все, что уже слышали в ходе предвыборной кампании. Многих волновало будущее российско-грузинских отношений, но этот вопрос остался без ответа. Либо мы выбираем правительство, которое будет служить вам, грузинскому народу, либо выбираем агентуру иностранного государства. В таком случае вместо процветающей Грузии мы получим катастрофу и разрушение. Оппозиция столько заранее трубила о возможных фальсификациях, что власти приняли решение. На этих выборах никаких бумаг. Бумажные списки избирателей заменила электронная верификация личности с помощью вот таких специальных устройств. Вместо урн для бюллетеней электронные машины для подсчета голосов. Любопытное такое нововведение. Избирателю наносят на большие указательные пальцы специальную невидимую маркировку, которая исключает возможность повторного голосования. Бюллетень может получить только тот, у кого этой метки нет. Я проголосовала за ту Грузию, ради которой я приехала в эту страну 22 года назад. Сегодня вечером мы будем победителями. Никто не будет проигравшим, так как победит Грузия. Парламент в Грузии меняется каждые 4 года и состоит из 150 депутатов. На этот раз претендентам необходимо преодолеть 5-процентный барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, сможет представить кандидата в премьер-министры. У оппозиционной коалиции опция влиять на формирование правительства появится, если им суммарно удастся набрать более половины голосов избирателей. Грузинская мечта нацелена на 60%. Конституционное большинство позволит продолжить курс на укрепление суверенитета. Никита Корзун, Владислав Дубовицкий, НТВ, Тбилиси, Грузия. Субтитры создавал DimaTorzok